Здравствуйте, я сотрудница банка, и мы заметили подозрительные операции по вашей карте. Скажите, пожалуйста, вы совершали какие-нибудь действия в течение 10 минут? Нет, нет, не совершала. Нам надо обезопасить вас и заблокировать вашу карту. Сейчас поступит смс, никому не говорите код, который придет, только нам. Конечно, да. Стоп! Так делать не надо. На связи мошенники. Если вам позвонили и представились с сотрудниками банка, прервите звонок, чтобы убедиться в том, что с вашей картой все в порядке. Перезвоните сами, но уже по официальному номеру. Или посетите ближайшее отделение банка. Совсем недавно на уловки мошенников чуть не попалась наша коллега Ирина Ивановская. Она ведет программу «Знания для жизни» и сама не раз рассказывала о том, как обезопасить себя от мошенников. Но иногда в их ловушки попадаются даже подкованные люди. За несколько дней до звонка я меняла в одном приложении номер телефона. Ну, как бы это отложилось в голове. И в процессе работы, как всегда, рабочая суета, кто-то что-то говорит, и у меня звонит телефон. А я поднимаю, и номер московский. И мне говорят, вы вот оставляли заявку на смену номера телефона, ну и так далее. У меня подсознательно отложилось, что я меняла номер телефона. И говорю, да. А дальше все по накатанной схеме. Мошенники узнали номер карты. Ирина засомневалась. Перезвонила в банк и успела ее заблокировать вместе с личным кабинетом. Пусть дополнительными проблемами, но эта история для нашей коллеги закончилась хорошо. Теперь я жду карту. Несмотря на то, что я как бы занимаюсь программой «Знания для жизни», но в суете и в совпадении получилось так, что почти попалось. Уловок становится все больше, и часто их диктуют само время. Так и эти объявления на днях распространили в соцсетях. Просят помочь солдатам, однако это фейк. Гумпомощь в России собирают только для беженцев. Если вы увидели подобную информацию, смело обращайтесь в полицию. Если они понимают, что это заведомо ложное объявление, скорее всего, возможно, что это мошеннические действия, то, конечно, они могут обратиться в отделение полиции, любое, где они находятся в то время, когда хотят заявить. Либо же даже по интернету сейчас есть возможность. Схемы обмана на волне санкций набирают обороты на биржевых акциях. Люди кладут деньги на электронный кошелек, якобы получают прибыль, но вывести ни ее, ни уже вложенные средства больше не могут. Среди новых у мошенников схема, связанная с отключением российских банков от системы SWIFT. Здесь я должен сказать, что средства граждан, которые находятся в российских банках, сохранены, и отключение от SWIFT никак не повлияет на доступность этих средств для наших граждан. Мошенники изобретают не только эти схемы, но и другие схемы. И все они направлены на то, чтобы под этим видом заставить граждан переложить свои средства, деньги на якобы безопасный счет. Человек, испугавшись, что останется без денег, в итоге без них и остается. Зачастую на уловке мошенников люди поддаются в состоянии паники. В острой ситуации, наверное, не следует паниковать. Наверное, следует обратиться к холодному разуму и посмотреть, что происходит в реалии. Оградить себя и свою семью от паники, не предпринимать эмоциональных решений. Довольно часто мошеннические операции в банках принимают за подозрительные и замораживают. Но не всегда. Поэтому не дать себя обмануть и сохранить свои деньги можно только проявив бдительность. Вот несколько советов. Не продолжайте разговор, если вам звонят, представляются сотрудникам банка или другим лицом и просят совершить какую-нибудь операцию. Сразу прерывайте разговор и звоните по официальному номеру. Не переходите по подозрительным ссылкам. Внимательно относитесь к покупкам в интернете, проверяйте сайты. И не вводите данные своих карт. А лучше для онлайн-покупок заведите отдельную дебетовую карту. А это советы от Ставропольцев. Ваш совет, чтобы не попасться в руки мошенников? Нужно просто не брать трубку и все. Обычно молчу, и они сбрасывают. Может, звонили, потому что я эти смс-ки, я сразу телефон отключаю и все, если не знаю. Звонили. Что-то говорили о том, что с карты могут пропасть деньги сообщить. Ну, я их, честно говоря, просто послала. Здравствуйте, я сотрудница банка, и мы заметили подозрительные операции по вашей карте. У меня нет карты. До свидания. Теперь знают, как общаться с мошенниками. Анастасия Зубрицкая и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение.